большой всем привет сегодня расскажу о дополнениях для замечательной игры рыцарь маг это одна из лучших настольных игр и одна из самых моих любимых игр поэтому так много видео на моем канале посвящено именно этой игре у нас есть сейчас полное издание в которое включены все дополнения которые выходили для игры рыцарь маг их выходило три штуки это пропавший легион это кранг и это тени тезлы я расскажу про каждый для чего они нужны что они дают просто чтобы была какая-то общая информация в какой момент можно уже добавлять к базе эти дополнения когда пользователи готов и когда это имеет смысл вообще а в целом я не очень большой любитель дополнений потому что в нашем коммерческом мире зачастую дополнение это просто повод дополнительных дополнительного заработка для издательства и допустим если какая-то игра вдруг выстрелила то к ней будут клепать дополнение независимо от того нужны они не нужны и улучшают они ухудшают в любом случае тем не менее обойти такую тему как дополнение к настольным играм невозможно находясь в этом хобби потому что это важная часть увлечения и дополнение бывает трех типов это коллекционное дополнение это так скажем интенсивное дополнение и экстенсивное дополнение название только что придумал поэтому не ищете их определение в интернете я просто поясню коллекционное дополнение это тот элемент который мы дополняет добавляем к игре а не изменяя ее никаким образом то есть самый простой пример это дополнительный герой например time only bonds дополнительные гирлоги это коллекционное дополнение. У вас все остается как есть, но вам добавляется новый герой с какими-то интересными функциями. Другой пример из моей коллекции это герои земли, воды и огня. Есть база, есть дополнение, которое добавляет просто еще одну фракцию, например. То есть коллекционное дополнение не развивает игру ни вши, ни вглубь. Оно просто добавляет какой-то уже существующий элемент. То же самое в рыцаре и мага, например. Здесь есть, кстати, спойлеры. Здесь есть все три типа дополнений, которые мы разберем. Так вот, одно из этих дополнений Crank это типичное коллекционное дополнение, которое добавляет просто еще одного героя. Да, вы в принципе можете играть четырьмя базовыми героями всегда. Но если вам игра нравится, вы хотите новых героев, новых фигурок, новых способностей. И вот дополнение Crank это типичное коллекционное дополнение, которое не привносит в игру ничего нового, кроме просто еще одного героя. Следующий тип дополнений это так называемые интенсивные дополнения, которые углубляют игровой процесс, меняют правила, добавляют что-то в механику, серьезно изменяют настольную игру. Это самый сложный и самый спорный вид дополнений, обычно он добавляется в евро. И почему он сложный? Потому что хорошая игра, особенно евро, она сбалансирована и баланс игры это можно сказать одна из самых сложнейших вещей. В настольной игре сбалансировать все элементы, чем сложнее играть, тем сложнее ее сбалансировать. И любое изменение механики, оно приводит к тому, что баланс может где-то повалиться. Соответственно, любое интенсивное дополнение, оно очревато тем, что оно может просто сделать игру хуже, чем оно было. И мы, в общем-то, часто с этим сталкиваемся, когда для любимой игры выходит дополнение, и она с ним начинает быть менее играть. И она с этим дополнением играется хуже, чем без дополнения. Примеры здесь привести немножко сложнее. Ну, к примеру, но из того, что у меня есть, например, игра Древний Знак, где в базе игра очень примитивная, и дополнения они очень сильно меняют механику и то, как она играется. И это положительный пример, когда игра с помощью дополнений улучшается. Есть отрицательные примеры, когда к покорению Марса выходят дополнения одним за другим, и некоторые из них, ну, так скажем, уже добавлены, чтобы было что продать. И оно может и удлинить игру, и может сделать дисбаланс каких-то стратегий и так далее. То есть, чем сложнее евроигра, тем сложнее к ней выпустить интенсивное дополнение, которое серьезно меняет механику и при этом еще улучшает интерес к игре. Я думаю, пример понятен. И в Рыцаре-Маге тоже есть элементы интенсивного дополнения. Ну, и самый, наверное, распространенный вид, самый распространенный вид дополнений, это экстенсивное расширяющее дополнение, которое просто добавляет контента, так скажем. Оно не меняет механик, оно не меняет каких-то базовых вещей, оно не меняет баланса, оно просто добавляет всего и побольше к тому, что уже есть. Наиболее часто такие дополнения встречаются в жанре Амери Трэша. Например, в Древний Ужас, Рунбаунд и тому подобные игры, где сама база у вас заигрывается буквально за пару партий. Ну, за 3-4-5 партий. После этого уже в базу играть неинтересно, потому что вы видели все карточки событий, вы примерно представляете, что происходит. И для таких игр нужно экстенсивное дополнение. Выходят целые пакеты, целыми годами, просто новые карточки, которые добавляют того, что уже было, с небольшими вариациями, но нового. То есть новое событие, новый враг, новая история. К примеру, если мы играем в базовый Рунбаунд, то дополнение привносит в новых карточки врагов, новые встречи, новую историю и тому подобное. В Древнем Ужасе то же самое. Во всех Амери Трэш играх дополнение в основном расширяет игру вширь, а не вглубь, как интенсивное. Так вот, в полном издании Рыцаря Мага есть все три типа дополнений, как коллекционные, как расширяющие, так и углубляющие. Причем углубляющие очень в незначительной степени и только в одном дополнении пропавший легион. Давайте перейдем уже от теории дополнений к непосредственно Рыцарю Магу. Как мы уже сказали, здесь есть три дополнения. Из них самое простое это Крэнк. Это просто банально новый герой. Вот он у меня здесь лежит. На самом деле это просто еще одна колода с небольшой историей про этого героя. Героя у него есть свой лор, что это бывший орк, которого преобразовали настолько, что его родные орки уже не узнают и у него цели совершенно уже не связаны со своим народом. Но его природа сказывается на его характере. Например, в его базовой колоде есть две особые карты. Его это жестокая жатва и принуждение. То есть даже глядя на них и читая их описание, видно его характер уже немного. И это все. То есть мы просто получаем еще одного героя для наших дополнительных приключений. Теперь немножко дальше. Самое расширяющее, самое экстенсивное дополнение коробки это дополнение, которое называется Тени Тезлы. Здесь много историй. Здесь вводится целый кусочек мира игры. То есть некий дух Тезлы. Вводятся две новые фракции, которые по-разному влияются. Вводятся новые жетоны, которые вы получаете при победе над представителями фракции как единоразовый бонус. Вводятся новые локации, которые появляются на обычных локациях. То есть Некрополь, появляется Скрытая долина, где можно лечиться, где можно встречать представителей фракции элементалистов. То есть Тени Тесла это дополнение, которое добавляет истории к игре. Но практически не добавляет механик. Да, у нас тут есть совершенно новые герои, которые выглядят вот такими жетонами здоровенными. Это лидеры фракций, которых нужно побеждать. У нас есть новые враги с особыми свойствами, но этих свойств не так много. Есть прикрытие и вампиризм. То есть это два новых свойства, которые пришли с этим дополнением. Есть особенность в том, что они имеют, так скажем, противоборствующее какое-то значение. Некоторые сценарии включают, в том числе и противостояние этих фракций. И в общем-то все. Оно приносит историю и дополнительный контент. Плюс кучу сценариев, связанные именно с этой историей. Это дополнение, которое расширяет ваше впечатление от лора игры. Вводить его довольно сложно. Но, конечно, ничего не сравнится по сложности и насыщенностью с дополнением Потерянный Легион. Потерянный Легион это одновременно и коллекционное, и интенсивное, и экстенсивное дополнение. Потому что здесь есть все. Во-первых, тут есть новый герой. Это дополнение коллекционное. Если вы хотите иметь всю коллекцию игры, то, конечно, дополнительный герой тоже со своими карточками, со своими способностями не помешает. Но, помимо этого, это дополнение добивает просто огромное количество новых врагов, карточек, рельефов. Все это расширяет игру вширь, но не вглубь. И последнее, что здесь есть, это единственное дополнение, которое расширяет игру вглубь, это дополнение так называемого генерала Волкара, который может взять на себя роль ложного игрока. В базовой игре, когда мы играем в одного, у нас в виде таймера есть специальная система, просто чтобы подстегивала нас к игре. В дополнение Потерянный Легион вместо таймера появляется вот этот таинственный генерал Волкар, который становится противостоящей силой. И вот это дополнение, оно уже немножко меняет восприятие игры и ее механику, потому что сейчас с этим дополнением у вас игра по-прежнему остается пассиансом, но теперь это пассианс с четким противостоянием. У вас есть конкретный враг, у вас есть конкретная задача, и для соло-игроков вот это дополнение, оно очень и очень рекомендуется просто для атмосферы, потому что когда вы играете с ложным игроком, у вас нет противостояния, у вас есть противостояние с самим собой, по большому счету. Да, вы раскрываете мир, да, вы атакуете врагов, побеждаете города и так далее, но у вас нет соперника как такового. С дополнением Потерянный Легион у вас появляется вполне осязаемый, видимый соперник, который прямо есть на поле, который движется к вам в некоторых сценариях и грозит вас уничтожить. Да, тут огромное количество сценариев именно с Волкаром, есть и прямое противостояние, есть и пассивное и так далее. Но сама вот эта механика настоящего противостояния, это то, что делает Потерянный Легион потенциально соблазнительным для настоящих соло-игроков, то есть для тех любителей настольных игр, которые играют в Рыцаре Мак, только соло. И давайте сейчас посмотрим внимательнее именно на Потерянный Легион, что он нам дает. Да, он дает немножко лора, но не больше, чем Тенни Тезлы. Он дает нам нового героя, точно так же, как и Тенни Тезлы и Крэг. Он дает нам отдельного Великого Война со своим планшетами, со своими картами, со своими способностями. И это отличие от всех остальных дополнений. И он дает новые карты деяний, он дает новые отряды и новые земли. При этом новые отряды не просто расширяют базовых врагов, они еще добавляют новые свойства, причем некоторые из них весьма и весьма тематичные. Например, появились такие юниты, как катапульты, камнеметатели и так далее. Соответственно, с ними появился новый значок, вот такой, вот такой серый камешек. Это означает, что это враг, который замедленный. И чтобы не попасть под его удар, мы можем использовать единицы движения как блокировщики. Очень тематично. Представьте, что вы вышли в бой, на вас несется такая катапульта, и вы можете не просто принять на себя удар от нее, вы можете просто банально увернуться. То есть, вы можете единицы движения в бою использовать как блоки против врагов с таким значком. Интересно, тематично, круто. Добавляет это что-то к механике? Нет. Добавляет это что-то к тематике? Да. И все остальные точно такие же. То есть, нет каких-то серьезных изменений в механике, но есть тематические навороты. Причем, из-за того, что даже в базе, когда на вас куча врагов и все их свойства начинают перемешиваться, вы просто теряетесь. То здесь, несмотря на то, что это все выглядит тематично и привлекательно, первая моя партия была очень раздражающей. Потому что я уже привык, что игру знаю отлично, я играю без заглядывания в правил, а тут я замешал новых врагов в базовую игру, и они выходят, и ты не можешь играть. Ты снова лезешь в правила, ты снова лезешь на Боргинг Гик, и ты снова теряешься. Как мне в первом бою вышла гидра с тремя головами, и ты сидишь и думаешь, как ее заблокировать, по каким правилам она блокируется. А тут есть нюансы, то есть ты не просто можешь заблокировать всех разом, ты должен каждого отдельным блоком. Плюс появляется новое свойство защиты от магии, которая очень сложно работает, и если ты с одним врагом, с таким еще когда справишься, но когда их в куче, ты просто начинаешь теряться во всех этих нюансах. Как вот запомнить, что этот враг с таким значком устойчив от всего, но его атаки нет. То есть ты не можешь на него повлиять магией, но его атака, которая влияет на тебя, она уже не защищена от твоей магии. И это такой нюанс. Или новое свойство неуловимое. Когда у каждого врага с этим свойством появляется некоторая способность уклоняться от вашего дальнего боя. В дальнем бою срабатывает один вид защиты, в ближнем другой. Но при этом, если ты не заблокировался, то сильная часть брони начинает срабатывать и в ближнем бою. И нюанс на нюансе, нюанс на нюансе. И все это начинает так накручиваться, что ты с базой-то едва разобрался, а когда ты включаешь еще это дополнение, у тебя просто голова начинает взрываться еще сильнее. Плюс сам Валкар. Если ты его включил в игру, то все, молись. Потому что у него есть собственный жетон здоровенный, который срабатывает по броску кубика. У него есть собственные правила, вызывающие врагов, его свойства, его карточки, его действия. И так далее, и так далее, и так далее. Игра начинает становиться еще сложнее. Она становится просто монстром, который в какой-то степени даже подавляет. Так вот, рыцарь маг и его дополнение, это такая игра, в которой до дополнений у большинства игроков не доходит никогда. И это, в общем-то, понятно. И давайте я начну с критики, а потом к хорошему перейду. Критика тут в том, что игра в своей базе, она сама по себе очень сложная. И партия в нее, это само по себе событие. И когда вы играете в рыцарь маг, то я бы не рекомендовал добавлять каких-то дополнений, пока вы не сыграли в базу хотя бы 10 партий. 10 партий в рыцаря мага это, ну, годовая норма, можно сказать. И только когда вы уж сыграли десяток партий и вам чего-то вдруг не хватает, тогда можно присмотреться к дополнениям, добавить каких-то фишек, добавить карточек, добавить новые сценарии, тогда, да, игра расширяется, усиливается и тому подобное. Итак, у нас есть три дополнения к рыцарю магу. Одно, самое простое, мы даже не рассматриваем, это просто дополнительный герой. Дальше, это тени Теслы, это дополнение, которое сделано по принципу для фанатов, которые наиграли уже сотню партий, наверное, в рыцаря мага, им уже не хватает чего-то особенного. Это расширяет мир, это расширяет контент, это расширяет ваши сценарии и так далее. И, в общем-то, единственное, действительно, необходимое дополнение, особенно для соло игроков, это пропавший легион. И то, необходимое, это на самом деле в больших-больших кавычках, потому что я бы не рекомендовал вообще добавлять дополнение до тех пор, пока вы не сыграли в базу хотя бы 10 раз. После этого уже можно задумываться о каких-то дополнениях. Почему? Потому что сама по себе база, она уже предельно сложная. И наворачивать на нее сразу дополнение, это означает просто засыпать себя под кучей правил, и у вас будет не игра, а постоянное копание в брошюрах. Причем уже не в двух, как в базовой игре, а в трех, потому что нужно будет читать здесь, нужно будет в дополнениях, нужно будет читать на карточках. И просто получить удовольствие очень сложно, когда вы просто, когда вы непрерывно роетесь в правилах. Поэтому не сыграв в базу хотя бы 10 партий, не берите никакие дополнения, не надо. Иначе игра вас просто погребет под своими нюансами, под своими противоречиями, под своими кучей пересечений всего. Но если вы сыграли 10-20 партий в базу и уже готовы к усложнениям, и вы готовы к настоящему противостоянию, тогда бы я уже рекомендовал начать с добавления потерянного легиона. И этого, в общем-то, уже хватит, наверное, на все. Потерянный легион добавляет для соло-игроков противостояние, которого не хватает немного в базе. Оно добавляет новых врагов, оно добавляет каких-то... оно добавляет новых интересных сценариев, причем в потерянном легионе каждый сценарий есть с соло-вариантом. Если в базе там нужно для... для всех сценариев, кроме одного, нужно лезть на BGG и скачивать специальную книжку соло-сценариев, то здесь уже в дополнение к каждому сценарию обрабатывается таким образом, чтобы вы могли в него играть соло. И потерянный легион потенциально кажется мне очень интересным, я еще не пробовал, если честно, поэтому, может быть, это немножко самоуверенно делать обзор, не сыграв в него. Но основная цель этого обзора просто мне самому решиться на продолжение изучения игры с дополнениями, потому что, несмотря на то, что я сыграл уже больше десятка партий, ну, не намного, ну, две, может быть, ну, больше десяти, мне до сих пор нет внутренней потребности играть с дополнениями, потому что я еще не выжил из базы все, что мог. Я не выигрываю каждый сценарий базы, даже на легком уровне. Я не легко прохожу, не глядя любую, любое приключение, то есть базу я еще не заиграл. Но при этом мне очень интересно попробовать именно противостояние с каким-то противником более весомым, чем глупый счетчик времени. И вот этот обзор, не знаю, будет ли он кому-то полезен, но для меня он полезен тем, чтобы быстрее вдохновить меня на изучение именно пропавшего легиона, чтобы добавить себе противника. Критика дополнений к этой игре у меня в том, что когда вы получаете ультимейт издания, у вас все дополнения уже сразу все замешаны в кучу. И чтобы поиграть чисто в базу, нужно очень и очень постараться. И надо отсортировать жетоны от дополнений, нужно карточки отсортировать. И это достаточно проблематично. С другой стороны, если вы сразу все замешали и все сразу играете, у вас добавляется много разных нюансов, с которыми вы просто не справляетесь. Это недостаток, который нужно иметь в виду. То есть, если вы получили вот эту большую коробку полного издания и хотите поиграть чисто в базу, вам придется посидеть полчасика в разборе карточек и жетонов, чтобы просто отсортировать все жетоны и карточки дополнений. Иначе просто вас засыпят нюансы дополнений. Это первое. А вот положительный момент в том, что сам факт того, что уже все замешано, вас побуждает играть с дополнениями прямо сразу, как только вы получили эту коробку. Пока я не уверен, что это чисто уж плюс. Посмотрим в следующем летсплее. И в следующем летсплее у нас будет как раз со всеми дополнениями, со всеми новыми жетонами, со всеми новыми картами, но пока что базовый сценарий. Почему? Потому что у меня есть некоторый вопрос ко всем этим дополнениям, который может быть минусом, но минусом потенциальным. Как я вначале говорил, все интенсивные дополнения, они опасны тем, что могут нарушать баланс. Баланс в базовой игре он идеальный. Я каждый раз, когда играю в рыцаре-мага, я восхищаюсь, насколько четко здесь все сбалансировано, насколько ты даже когда выигрываешь сценарий, у тебя буквально последняя карта только кончается. Я оба раза, когда я выиграл в этой игре из 10, у меня выигрыш был на последней карте. То есть на последнем раунде, на последней карте последнего хода. это такой жесткий баланс, это такой крутой баланс, как его сделать в такой выглядящей, как Амере игре, это я просто восхищаюсь автором безмерно. Так вот, потерянный легион добавляет некоторые механики, которые, я боюсь, разрушат этот баланс. они добавляют новые отряды, новые артефакты, новые заклинания, новые особенные действия. И все это может как-то повлиять на этот баланс. И мне, так скажем, с научной точки зрения очень интересно повлияло это или нет. Поэтому я хочу прежде чем изучать сценарий дополнений, сыграть в базовый сценарий, но со всем, что здесь есть. Поэтому прямо в следующую субботу мы будем играть большой-большой основной самый главный сценарий игры Рыцарь-Маг. Это сценарий завоевания в соло-режиме, но замешав все-все-все дополнения из Ultimate Edition. И посмотрим, как мы сможем взять эти два города, уже имея перед собой полный набор контента. На этом, пожалуй, этот поверхностный обзор дополнений я закончу и приглашаю вас на наши стримы по игре Рыцарь-Маг в ближайшие дни. И мы посмотрим, как это все работает уже в действии, а не только в теории. в теории. Спасибо за субтитры!